Денис Мацуев Денис Мацуев Денис Мацуев Денис Мацуев Действительно, мы многое вместе повидали. Я играл огромное количество концертов здесь с Иваном Шпилером, потрясающим основателем Красноярского симфонического оркестра. Для меня это очень непростая точка, как говорят, на гастрольной карте мира. Поэтому в регионах я стараюсь помимо концертов, безусловно, чем-то помочь. В частности, новые имена, конечно, в фон, где мы с ведущими педагогами Московской консерватории приезжаем, даем мастер-классы, отбираем молодых музыкантов, даем стипендии, смотрим за их ростом. Это, на мой взгляд, очень важно, потому что действительно есть такой стереотип, есть Москва, Петербург, а все остальное уже не того уровня. А это абсолютно не так. Настоящие таланты всегда живут здесь. И настоящая публика, настоящая, на мой взгляд, находится, ну, конечно, в Москве тоже. Москва стала таким, так сказать, мегаполисом большим, но я без глубинки, я не могу сыграть остальные концерты во всем мире, потому что она меня страшно подпитывает. А вот прозвучало слово энергия. Скажите, пожалуйста, каким образом возникает вот это состояние эмоциональное в зале? Я просто видел, как люди плачут на ваших концертах. Это же какое-то триединство композиторского замысла до вашей интерпретации. И что-то вот то, что самих людей, не знаю, какой-то контекст, который их прошибает. Вы как для себя определяете? В чем вот этот секрет энергии? Вы знаете, ну, эта магия сцена, она, конечно, обладает удивительным каким-то химическим, я бы сказал, эффектом. Ты, конечно, служишь неким проводником между временем, потому что ты пытаешься донести нутро и мысли композитора, который сочинял эти произведения много лет назад. Но, тем не менее, через самого себя, через свою интерпретацию, и, конечно, стараешься завладеть энергетикой зала с первых секунд. Не всегда это получается, я это не скрываю, но если это получается, то сцена тебя окрыляет, она тебя заряжает. И любые 200 концертов в год и бессонные перелеты ночи, все это компенсируется. Безусловно, вчера, скажем, в Красноярске я сыграл, по-моему, 6 бессов, но это не специальная задумка, это абсолютный порыв и это чувство полета на сцене, потому что мы соединились в таком, в общем порыве, если так можно сказать, потому что действительно это счастье, когда публика вместе с тобой находится на одном эмоциональном градусе, когда она понимает, что ты хочешь донести. Вот это самое важное, потому что вот эта зловещая, в хорошем смысле слова, тишина заполненного зала, переполненного, вот эта пауза мертвая, и ты этой паузой можешь управлять, понимаете. Вот ради таких моментов ты и выходишь на сцену. Вот смотрите, аксиомой уже стало, что Денис Мацуев разрушает некий образ классического музыканта, известного, такого человека не от мира сего. Ну, во многих ваших интервью эта тема. А в чем тогда секрет Мацуева? Простота? Нет, вы же не просто. Нет никакого секрета, просто опять же родительское воспитание, которое они мне внедрили с самого детства, что надо оставаться только самим собой и абсолютно отрезвлять, вот слава богу, что они есть рядом со мной. Вот это самое важное, потому что на их примере я просто буду воспитывать так же своих детей, абсолютно так же. А как вот воспринимают то, что вы говорите, за границей, допустим, я сибиряк? Каким образом? Это уже бренд, да, это действительно бренд, потому что все знают, что Мацуев это сибирь, сибирский медведь. Даже есть такое у меня прозвище в Америке, в Нью-Йорке один критик прозвищал. Бир, да. И я многим разъясняю, что у нас не ходят медведи на улице, но это уже все знают, и в Иркутске побывали все, и музыканты, и критики, и журналисты, и публика. Просто о Сибири много узнали нового, и я объяснил, что сибиряки – это люди, которые действительно их видно. Сибиряк сибиряка видит издалека. Если где-то на каком-нибудь концерте в какой-нибудь столице мира ко мне приходят люди и говорят, что они из Сибири, мне становится очень теплее, скажем так, несмотря на то, что на улицах у нас не всегда тепло. А вот эта вся работа с детьми – это действительно замечательная тема, которой вы занимаетесь именно по собственным какому-то желанию. Смотрите, я объясню, в чем дело. Ивета Николаевна Воронова, которая, к сожалению, ушла из жизни в этом году, в апреле, которая всех нас нашла. Функтные имена, которым на будущий год 25 лет. Все, кто от моего возраста, люди играют на международной сцене во всем мире, это все русские музыканты, все выходцы из новых имен. Потому что она обладала уникальным даром, при том, что она не музыкант, она обладала даром предвидения в маленькой искорке, видеть, что из него может получиться. Причем в большинстве случаев вопреки более яркому, наоборот. Это магия тоже. Да, это уникальный талант, которым она обладала. Плюс, конечно, она вообще воспитывала нас всех. Это же была просто наша вторая мама. И это уже наш долг продолжать ее дело, поэтому... Вы при жизни вице-президентом фонда были, да? Ну, даже президентом, сказал, что даже президентом. В 2008 году вы сделали. Да, но это все на бумажке, потому что, конечно же, она уникальная женщина, которая... Вот перпетумобиль, вечное движение, двигатель, понимаете, сейчас, конечно, очень сложно стало. Потому что я все-таки все время в разъездах, весь фонд, пустой кабинет ее, понимаете. И, да, ну, мы обещали ей, прямо когда это были прощания, мы всегда сказали, просто поклялись практически, что это дело будет развиваться. И мы сделаем все возможное, чтобы фонд был имен оставался той семьей, тем брендом, который она сделала своими руками. А скажите, пожалуйста, вот вы действительно человек, который очень много впитывает в себя вот молодых каких-то ребят имен. Скажите, действительно ли у нас засилие моды поп-музыки или все-таки это... Это ложь такая. Грустная тема, да, но это невозможно бороться с этим, потому что, конечно, это и в мире, бороться с этой машиной, огромной шоу-бизнеса, конечно, невозможно. Но я не верю в то, что процент людей, которые слушают классическую музыку, настолько мал, а говорят о двух с половиной, трех процентах, я в это не верю. Потому что на концертах залы переполнены, не только на моих концертах, но и других молодых, и мэтрах тоже. Поэтому здесь нужно понять, как ее подавать, понятно, потому что, конечно, шоу-бизнес тоже вошел в классическую музыку. Также продают артистов, также, так сказать, раскручивают, что продается, что не продается. Вот эти вещи, которые, к сожалению, режут слух, но это так, это произошло. Но, тем не менее, приятно осознавать, что у нас в стране залы переполнены, залы переполнены. И это очень здорово, потому что все наелись этой одноразовой подделкой, потому что за 20 лет действительно, ну, столько людей подсадили на эту историю, которая, в общем-то, одноразовая. Конечно, вы знаете, я думаю, что вот эти аншлаги на концертах говорят о том, что публика ждет настоящего. Не могу не спросить в конце, поклонники не простят просто, над каким произведением вы сейчас работаете? Вы же все время что-то новое, какие-то проекты. Что сейчас? О чем можно говорить уже? Ну, конечно, я всегда, у меня что-то новое. Я сейчас учу второй концерт Брамса. Первый концерт Брамса я играл здесь, в Красноярске, год назад. Тоже одни из первых раз. Раз я исполнял именно здесь его. Сейчас второй концерт. Второе, так сказать, еще один, еще одна глыба брамсовского искусства. Абсолютно феноменальный концерт, которому я шел очень-очень долго, очень много лет. Я вот сейчас уже начинаю с ним первые... Породнились уже? Я просто видел ваше выражение в интервью. Первое, начинаются первые флюиды знакомства. От этого тоже надо получать удовольствие, потому что когда ты уже будешь вместе с этой музыкой, конечно, это уже кульминация. Это такое уже кульминация ухаживания, может быть, любовь. Потому что я надеюсь, что без любви с произведением лучше за него не браться. Но я вот пытаюсь сейчас его обхаживаю. А если вот этот образ романтических отношений с произведением продолжить, я знаю, что вы любите находить произведение, в которое никто не играл вообще. И сейчас что-то у вас есть, какая-то находка очередная? Ну, очень много. Во-первых, есть огромное количество музыки, которая вообще, если игралась, то очень давно, а в последнее время вообще не игралась, скажем. Первая симфония Рахманинова, есть такое клише, что она неудачная и провальная. Да, действительно, был провал на премьере, когда дирижировал Глазунов, после чего у Рахманинова была жесточайшая депрессия. Правда, после которой, когда она закончилась, он написал второй концерт для фортепиано с оркестром. Самое, наверное, самое великое, может быть, его произведение. Но первая симфония, она незаслуженно неиграемая. И также второй концерт Чайковского, скажем. Все знают первый концерт. В мире тоже говорят, нет-нет-нет, это неудачная музыка, давайте все-таки сыграйте первый концерт. Я говорю, нет, я не буду играть первый концерт, мне уже надоело его играть. То есть это никогда не надоест. Я могу, но... Но, пожалуйста, вы не представляете, я все-таки уговариваю, приезжаю, и люди говорят, поражаются, боже мой, какая гениальная музыка, почему мы раньше не ставили в абонемент этот концерт. И таких примеров очень много. Четвертый, пятый Прокофьева. Никто не играет. То есть практически такое клише или клеймо практически. Это неудачно все, это не продастся. Вот это самое ужасное. Вот этот шоу-бизнес пришел, говорит, нет, мы не продадим концерт, потому что эта музыка неудачная, ее никто не знает, на нее никто не пойдет. И из-за этого происходит огромное количество проблем, потому что мало того, что не берут молодых музыкантов, потому что их никто не знает, а еще и не берут гениальные произведения, но они не популярны. Понимаете, это кончится очень плохо, потому что это закончится все кругом, будут играть 10 артистов, которые будут играть 10 известных произведений. И это путь никуда. И здесь мы тоже боремся, и на всех моих проектах, фестивалях, которые уже 11 штук, поэтому я всегда буду подавать, и помимо, конечно, известных произведений, нужно играть и неизвестные. А 11 проектов только фестивальных, 200 концертов в год, где силы вообще брать? Ну в этих фестивалях я тоже ищу силы, черпаю энергетику, потому что вся эта организационная и общественная деятельность, она меня заряжает, она меня окрыляет, потому что я вижу, я начнем с того, что я, если я берусь за что-то, я должен понимать, что от этого будет какая-то польза, в первую очередь. А если она получается, то это сразу, так сказать... С другой стороны, я понимаю, что если бы не было успеха за роялем, то не было бы всего остального. Поэтому если я пойму, что моя организационная работа будет как-то страдать из-за этого качества исполнения, конечно, я от нее отойду. Но пока, слава богу, наоборот, это только дополняет и помогает. Спасибо большое за интервью. Я напоминаю, что смотрели интервью на телеканале НЕСЕЙ. С вами был Дмитрий Болотов. Всего доброго. С вами был Дмитрий Болотов.